Доброго всем времени суток! Так, перебрал с выпивкой. Едва ли смогу работать. Сегодня можно мне домой. Хрен тебе нарывать. Вынося мусор. Вчера вечером я случайно угодил вкус с ядовитыми растениями. Да, иди к врачу. Я слишком устал. Едва держусь на ногах. Могу ли я пойти домой? Хрен тебе с собакой. Мне из-за тебя еще там из мэрии всякую фигню накатали. Я слишком устал. Да перебьетесь. А я нажал да. Ах ты ж собака. То есть трое у меня ушли. Ладно. Так, тут. Ну погнали. О! Денежки пришли. Зарплата, мэрия. Буду разочарован. Чем я твоя тысяча-то? Вот другое дело. Ну давай поделимся с подчиненными, чтобы они не бухтели. Так, что у нас тут? А, у нас тут куча трупов. Так. Я так понимаю, у меня приехало пять этих орлов. И они все сменуа пойдут у меня. Детатив. А это с нами. Нет, зря. Так. Посмотрим по делам. Ну, эти дома сделаны, и все хорошо. Ну что, бухарик? Ты, конечно, на работе, но ты бухарик. Тебя надо выгнать. Так, ну-ка, тебя. Ха, а могу. Пошел лезом. Янси. Нет, янси. Или вот это, яакси. А? Кустар. Пошел, нахрен. Он с янси или с яакси ходил, а? Не помню. Ну ладно. Короче, пингелин ему под задницу. Так, сок. Бухарик, пошел. Вот как-то так. Бережь и труда, что у нас есть? Давай, это Алла. Откуда он, СОУП? Он СОУП у нас в смене Б, если не ошибаюсь. Да? Да. Возможно, я влетел, потому что уволит. Я его уволил. А работать-то кто будет? Вот сейчас, кстати, вот здесь. А? Бухарик, СОУП. Понятно. Расследование. Побег может мне как-то закрыть, а? Вы сегодняшние детективы. Не сегодняшние детективы. Понятно, свободен. Двойное убийство. По-моему, тут нет. По-моему, тут не те детективы. Вот те детективы. Кто-то должен быть сегодня. Морган, например, на столничек. Убогий, конечно. Что поделать? Все. Джек один. Это от Сэнда. Один из наших залез на крышу и несет что-то про самоубийство. Пришли к вам, чтобы успокоить его и разобраться с этим. Плоридор. Обеспечь наших лучших клиентов. Так. Бухло и Морган. И спецназ. Вперед. Это маньяк опять барагозит. Так, расследование. Я ничего сделать не могу. Наверное, да? 7 кадров. Двойное убийство, в принципе. Могу, наверное, да? Сейчас посмотрим. Детективчики, вы из какой серии? А, вы из домашней серии. Лесом. Вот эти, но тут три кадра всего. Ничего не могу. Сижу. Сижу, ковыряю в носу. Завтра буду пытаться расследовать там. Дело. Два дела. А сегодня без толку. Я на эти грабли уже наступал. Ограбление. Поехали. Компания подростков обчистила кассу видеопроката, когда про Бруно Бойц отлучился в подсобку. Сотрудник магазина узнал одного из грабителей. Тот засегдатый в зале аркадных автоматов. Так, ну подростки. Их надо догнать. Они быстрые. Так, серена убийства. Найденные кадры. А, давайте посмотрим. И снова дантист. Джек, я рад, что ты оправдал мои ожидания и принял условия игры. Пока федералы гоняются за собственным хвостом, ты идешь по следу монеток, которые бросаю по дороге. А на них еще остается тепло моих пальцев. Прости за убитого детектива, но мне не терпелось опробовать свою новую ловушку. Клянусь, больше не повторится. Так, улика, открытка номер 2. И что? Перевернуть тут письмо его, да? Да. Что-то типа рога изобилия, да? Ладно. Ох, ты ж елки. Время идет, чтобы тебя... А как его тормознуть-то? Life, fear, дом ветеранов. Ад на колесах. Бед чего? Бед бастерс. Знаете, мне кажется, что это фортуна. Вот так вот по картинке. Фортуна, блин. Вперед. Остальные не поедем. Ну, я просто народы не нашел, остальные ехали. Так, подросток, который подходит по описанию на преступника, в одиночестве играет за одним из аркадных автоматов. Так, уточним у админа. Да, это был он. Так, мы сейчас знаем. Ну, Life, fire, просто, ну, там явно был рог на колесах. Ой, рог на колесах, я смотрю, на колесах, там явно был рог изобилия. Так, в банке сработала тихая сигнализация. Предположительно, внутрь проникли от 4 до 6 вооруженных грабителей. И заперли двери. Внутри находятся, как минимум, 15 посетителей и несколько десятков сотрудников банка. Йокарный бабай, асфатный приехал. 23 минуты. Мне кажется, не успеет. Ну ладно, ждем. Если что, после мэн просто кину, то на рот и все, без свата. Так, середина убийства, отчет. Вы нашли спрятанную дантистому лику. Это полицейская машинка. Открываем расследование. И чего? Ничего не понимаю. Ладно. Банк Ривер. Банк Ривер. Ах ты ж! Полиция-то! Сват уехал куда-то. Собака страшная. Ладно. Ну вот так. Валите. О, елки. 15 человек ворвались в кафе, разбили битами мебель, ранили директора заведения и избили молодого мужчину. На месте был человек с оружием, который сделал предупредительный выстрел. Но это не остановило преступников. Сейчас нападавшие, напавшие продолжают крушить все вокруг. Езжайте вдвоем. Не поедем. Ну а что я могу сделать? Не поедете, не поедете. А где мой спецназ? Он съездил на дело и сгинул. Нет, ну ничего не могу. Не едут. Бандерлоги, потому что тут не едут. Надо было пополам поделать, наверное, по четыре. Ну что поделать, ладно. Преступник скрылся. Гражданский погиб. Все весело. Где спецназ, блин? Почему он свалил? Я же его только... А, я его два раза послал, похоже. Вооруженное ограбление. Повязали. Ну хоть так. Спецназ два раза съедил. Надо еще улучшать. Что у нас там с мэрией? Мэрия. Один день следующий запрос. Интересно дадут, не дадут? Я двух клоунов не уволил. Угроза теракта. Центр города. На полицейской волне славили сигнал, похожий на переговоры террористической ячейки, которые готовят теракт во Фрибурге. По радио удалось услышать лишь обрыве диалога. Судя по всему, зеленый змей с Юпитера собирается воспользоваться каким-то молотом пророков, чтобы устроить гигантский взрыв. По-моему, хрень это. Ну, я подожду и отправлю, ну, на четверых. Что? А, да. Сейчас посмотреть на зону. Он показал, что он там ехать не хочет. Поехали, ребята, вперед, вперед, вперед. Ну, мне кажется, фигня какая-то. Какая-нибудь там передача по комиксам, что-нибудь такое. Да, а что там с крыши кто-то прыгать хотел? Ну, ладно. Молчат, а ладно. Так, и что у нас? В заброшенной квартире не готовили никаких терактов. Синопс, лолла, игрушечное радио. Вот так вот. В который раз уже, кстати. Продолжен наркотиков в гетто. Владелец маленького продуктового сообщил, что на углу улицы регулярно стоят подростки, которые продают наркотики всем желающим. Я уже устал вам звонить, все без толку. Разочарован, сказал, мужчина и положил трубку. Вот прям так стоят и продают с плакатами. Ну, что за детский сад? Я думаю, это уж фигня. Поджог. Три новых кадра. Открыть расследование. Ну, уже как-то можно попробовать. Сейчас посмотрим поджог. Это у нас главное не вляпаться. Детективов не того типа. Не того типа, звучит. Ладно. Так. Детективы того типа. Давайте смотреть детали. Медсестра. Я уже собирался справиться домой, как в здании резко пропало электричество. И выцелилась могильная тишина. Затем из ближайшего к улице кабинета раздался приглушенный шум удара и хлопок. В здании было около 10 сотрудников, которые не сразу обратили внимание на задымление. А когда я увидел огонь и стал об этом кричать, было уже поздно, не все сумели выбраться. Пропало электричество. Так. Это хмырь поджигает, хмырь бросает, хмырь топчется. Хмырь. Что-то делать с рубильником хмырь. Ага. А, кстати, вот тут он синий, а тут он красный. Так. Ну-ка, шараш. Подошел, вырубил. Так. И кинул. Орлы. Роланд Шерман. Бывший муж одной из клиентов клиники, который винит учреждение в том, что разрушил его семью. У меня просто по красному свитеру. Четыре кадра, все хорошо. Так. Тут что? Больше месяца здесь снимает номер некий R. Шерман. Здорово. Дом, в котором мистер Шерман жил вместе с своей женой. Но после развода недвижимость досталась супруге. Я думаю, в мотель. Но могу ошибаться. А давайте сюда пошли, чего мне? Ну да, ну а что? Вдруг повяжут. Не могу же просто так все это оставить. Сокрытие улик, мэрия. Ну-ка. Джо, что за сырк с сокрытием улик? Твои сторонники больше не преданы тебе. Радует, что мне не нужно шумих вокруг этого дантиста. Я замял вопрос в прокуратуре, но на время расследования твою почту будут просмотреть в видеорабы. Ну и ладно. Пусть просматривают. Так, правда же наркотиков? Повязывали. Нас действительно торговали наркотой. О, мафия. Ну и чего? Поджог отчет. Пойман. Ес. Дело закрыто. Мы всех поймали. Мы молодцы. А тут, ну, не то место, да. Отлично. Отлично. Завершить день. Бойд. Мафиоз. Ну, наконец-то, Джек. Последние две недели я просто умирал от желания поговорить с тобой. Но я решил, что нужно дать тебе время окрепнуть. Как ты себя чувствуешь? Лучше всех, мистер Сент. Тронут вашей заботой. Надеюсь, это не прозвучит слишком сентиментально, Джек. Но пока ты лежал в коме, я несколько раз вспоминал нашу с тобой встречу. У нас был с тобой необычайно интересный разговор. Ты тогда сказал, что ты настоящий охотник? Нет, мистер Сент. Это вы сказали, что я настоящий охотник. Да? Но не важно. Важно другое. Кендрик многое рассказал о тебе, Джек. Но я вдруг понял, что кое о чем он умолчал. Почему полмиллиона? Почему что? Почему ты хочешь заработать именно полмиллиона? Не миллион, не полтора, не сто тысяч, а полмиллиона. Очень конкретная сумма. Почему именно столько? Ну, я присмотрел один домик в паре часов езды от Фрибурга вниз по реке. Я посчитал, что для того, чтобы купить его, перевезти туда семью и все обустроить, мне нужно ровно пятьсот тысяч. Не моих правилах брать больше, чем мне нужно. О, должен признать, Джек, я проворачивал в голове много возможных вариантов. Но один из них не оказался близок к истине. Вы разочарованный, мистер Сент? Нет, нет, что ты, Джек. Наоборот. Теперь уважаю тебя еще сильнее. Рад слышать, мистер Сент. А теперь извините меня, я должен поехать домой и немного поспать. Конечно, Джек, я просто... Звек. Колесами закинулся. Целая мусорка колес. Да. День шестьдесят девятый. М-да. Про Памел и Кокс пошли новости. Так, что дятел нам прислал? Моя реактива улучшилась. За все приходится платить. Непонятно. Что он имеет в виду? Что это за подсказки? Нахрена оно? Ну ладно. Ой, пресс-конференция. Доброе утро всем. Мистер Бойт, что стало поводом для этой пресс-конференции? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я не могу комментировать текущее расследование Дантист всего лишь человек Неужели полиция Фриборга не способна справиться с безумцем одиночкой? Чушь, видимо Мы готовы работать круглые сутки, чтобы поймать этого мерзавца Вы считаете, что именно девушкам грозит опасность? Дантист убивает только молодых и привлекательных женщин Блин, я не это хотел ответить А можно назад? Можно Нельзя У вас есть какие-то данные личности убийцы? Трудно сказать, да Дантист может быть кто угодно За годы поисков федералов появилось множество теорий и ни одной реальной зацепки Спасибо, пожалуйста Блин, я не тот хотел сказать, но вот Почему не дают выброс фраз из нормальных? Так, еще день прошел Что скажут дятлы? Цыплят по осени считают, скажут дятлы Погнали на работу Да, работа определенно стала больше Поправлюсь сказать, если бы Палмер не ловил этого психа параллельно со мной Я бы опустил руки от бессилия А то, что пишут в газетах, это правда? А что пишут в газетах? Что убиты девушки, бывшие любовницы мэра Вернее, жертвы насилия со стороны мэра Ну, трудно сказать Это правда? Пока Пока что это единственное, что может объединять жертв Впрочем, только одна из них когда-то подавала заявление по поводу замокательства со стороны мэра Но тут же его отозвала Наверняка на нее надавили, но сложно пока что сказать наверняка Блин, а у меня в расследовании этого не было Так это правда? Ты думаешь, что это правда? Скажем так, это похоже на правду В чем дело? Мэр изнасиловал меня О, как? Вот этот поворот Повтори Мэр Фриборга Стюарт Роджерс изнасиловал меня Ты все правильно услышал? Когда это случилось? В четыре с лишним года назад, когда я была в выпускнице колледжа Для нас устроили прием в мэрии Большая речь Роджерса, потом несколько лекций в ужин Я выпила шампанского, было жарко, гремела музыка У меня закружилась голова Я зашла перевезти дух в какое-то помещение, что-то вроде комнат совещаний Через несколько минут вошел Роджерс с охранником Роджерс шепнул охраннику, тот вышел Я не успел на ничего понять, как Роджерс подошел, задавил мне горло и начал насиловаться Это продолжалось, это продолжалось минут 10 Послушай, ладно, теперь это будет очень сложно доказать, но... Не нужно ничего доказывать, у меня есть пленка Пленка Запись с камеры наблюдения Кассета Камар города меня насилует Лежит у меня дома в шкафу рядом с Крамер против Крамера Но как? Через полгода после того, как это произошло, кто-то подкинул кассету мне под дверь По времени совпало со скандальным увольнением Марии Симонс из администрации города Блин, не успеваю почитать Так что, думаю, она имеет к этому отношение Лана, ничего не бойся, мы используем эту пленку и засадим этого блюдка до конца Нет, мы не будем ничего делать Лана, послушай, меня нужно... Прошло 4 года Ты думаешь, у меня не было времени все обдумать? Я приняла решение ничего не делать Лана, чем бы ты не руководствовала себя, уверяю, у тебя будет лучше, если... Нет, не будет лучше В последние годы я работала только ради того, чтобы меня воспринимали всерьез Чтобы меня уважали как профессионала Если я пущу этому ход, я перечеркну все свои усилия, все свое будущее Я уничтожу свой шанс сделать этот город лучше Идеалистка Но хотя Мару убрать тоже хорошо Я получу жалость, получу унижение, даже упреки Что угодно, только неуважение Лана, ты скрываешь преступление Я скрываю это, потому что считаю, что так будет правильно Значит, ты дура Боже мой, как я только Я совершал ошибку, забудь обо всем Вот и поговорили Ну, в принципе, все друг друга стоят Да Так, маму сбила машину У нас сейчас в больнице борются за жизнь Можно? Конечно, можно Вали Я перебрался, выпив ты Хрен тебя не дамой, еще я уволю тебя Мне нужно отлучиться в фотосервис Отпустите? Нет Все? Так, детективы я отпустил, да? Понятно Погнали Что-нибудь из красненьких кассет Вообще, просто вяжут по рукам и ногам И туда им, и туда им С кем я работать-то буду? А мы ремень сейчас нахрен пошли, это чувствую с моими пожеланиями Похороны Похороны Еще похороны И еще похороны И много похорон Блин, сколько штук? Восемь А то не добрит Их Лора Мол И мафия с вашей долей Делимся Так, ну что же Мэрия Всего побольше, как можно больше Так, полицейский участок Берешь труда Две морды Сюда, да? В смену Б 600 Отлично А, Б Отлично, отлично Так, персонал Где это рыл с бутылкой? Уволить нахрен Так Нанять смену Б Задолбали Просто задолбали Их Расследование Побег с места варе Вот ты, товарищ Детали А мне тут киву-то есть что послать? А, ну он поедет Так Что мы можем сказать? Во-первых У нас есть все нужные кадры Это я еще тогда заметил Но была не та смена Грузовик идет нахрен Тут у нас остается Вот эти три, ну точно И вот треснул он прилетел Сюда выбило стекло Он валяется, машина уехала То есть вариант у нас только вот тут с этим Вот так Пожалуй, вот так И какой-то из двух переходов Что это к грузовику относится То есть, либо это, либо это Ну давайте вот это Угадал с первого раза Блин, я по-моему такую собирал комбинат Какого хрена? Ну ладно Генли Сент Интересно Побег вместо аварии Сельские дома Что, одно место, да? Да чтоб тебя Специально же ждал Ну понижаются А что делать? Я думал, он этого дня Я же вроде в прошлом Через день получилось Вот тот день Спецконференции Меня сбил на один день Получается Опять Детектив выходной А я не посмотрел Я думал, что уже все Подвыпешивая посетитель Заметил на улице На кухне ресторана Повара Который похож на второй год Донтист Напечатная в газетах Гонит он Вперед, ребята Гетто Миссис Питерсон Отверждает, что к ней в квартиру Ломится дантист Я слышу, как он сверлит замок Торопитесь Один поедешь А вдвоем Да вы охренели Там нет никого Донтист сверлит дверь Конечно Прямо дрелью сверлит Черт Вот иди я вляпался С расследованием Убийство Жилой квартал Надо посылать детектива Пиона Кейли Снайден с проломленной головой В своей квартире Рядом с телом Женщина лежит молоток Для отбивания мяса Ну че, бухарик Иди поработай Так Джек Боид На улицах идет настоящая война Которую мы медленно проигрываем В общем нам нужна перестановка сил Так что я решил Открыть собственный оружейный магазин Чтобы помочь законопослушным гражданам Давным возможность защищаться От наркодилеров с педофилами Сегодня будет торжественное открытие Так что мне пригодилась бы парочка Доблестных офицеров Которые бы завлекали покупателей И раздавали флайеры в торговом центре Перед вами в долгу не останусь Да и ребят Лично благодарю игрушками Которые вам пригодятся на службе Вместе мы вычтем улицы От мрази и спрада Блин, 35 минут Я надеюсь хоть кто-то вернется Ну вон два крутых может вернуться Побег с места аварии Преступник скрылся Расследование провалено Блин В двери вместе с Петерсоном Нет ни одной дверки Я так и знал Повар оказался совсем неплохо В общем ланьяк Я тоже это в принципе догадывался Но как я вляпался-то Алкаш погиб в ДТП Он был пьян Да туда ему дорога заразе Домогательство 16 Блин, крутых придется сюда посылать А нормально Пускай едут Так, так Плачущая школьница сообщила Что страшный мужчина с лицом Как в новостях Потрогал его за плечо Во время сеанса И стал говорить что-то на непонятном языке Блин, задолбали вы своими глюками В одни не поедем Ну Ладно Сейчас еще кто-нибудь Приедет Ну-ну-ну-ну Давай-давай-давай-давай И есть Ну Три дятла Валите Три дятла Раз палац с хот-догом и бездомным пытался ограбить правоса хот-догом хот-догов ты и ты а вось догоните пошел тебе нате этих двух дятлов они ничего не умеют забирай их нафиг так на спецоседование пришел дантист он угрожающий скалец на меня выглядит точности как на фото из газет шептом сообщилась квитаж но поезжайте хотя это и ненужное так расследование началось ну нихрена нет пока ждем блин как я упустила с этим детективом ладно на сегодня что есть детали недостаточно кадр много но недостаточно убийство они только начали тут нихрена нету так давайте посмотрим однако детектива свободные есть так это те кто в нашей смене у меня только один свободен все понятно тут тоже наш смену но как я сэнд это упустил блин с другой стороны его конечно можно было бы упустить но как бы но сэнды все такое опять же он там по делу этого банкира прибил в общем-то ну ладно как сложилось так сложила проект говорит что бездомный все же заполучил дневную выручку и скрылся заказать хот-дог просить прохожих на слишком проверим а повязали молодцы так погнали что тут ну давайте безобидный студент юрфака странно улыбался потому что сильно нервничал шеф очень странная работа для офицеров полиции как ни странно мы хорошо повеселились с пользой запровели время тому же мистер херцог подарил нам шикарные пистолеты и шокеры эти штуки как будто с автонавидением мы просто чувствуем себя опытнее здорово 4000 мне тоже неплохо домогательство мужчина оказался не серийным убийцам а безобидным иностранцем который пытался попросить девочку вести себя потише во время сеанса ну естественно какой донтист нахрен так все вернулись но видимо еще что-то будет что-то выпадет надо каждый раз смотреть вот эти вот ролики когда день уходит там на пресс-конференцию на фбрс еще на что-то сбивают весь ритм то есть я собрался на следующий день раскопать это дело я раскопал но между ними был день с пресс-конференции я пролетел там чем черт не шутит может быть за этого сэнда можно было бы раскрутить дальше сэндов получается я два таких уже упустил первая банда этих гопников мотоциклистов или мотоциклистов мотоциклистов байкеров не помню как я там густил голову то и вторая вот эта вот хрень так публичное совершение пристойное действие на кладбище ага смотритель кладбища гарри тимптон сообщил что рядом с очень старым надгробием двое молодых людей прямо сейчас занимаются сексом издавая мерзительные звуки мистер тимптон боится приближаться что настолько мерзительные звуки а давайте мы флоридора пошлем и вот этого орла флоридор поймает а это очки получит неплохо ну 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 давайте завершайте день все да ну пока не смотались сейчас узнаем результат молодые люди лежат на гробе без одежды вы арестованы малым человек резко вскакивает замечает полицию бросается на утек из шокера ибо не хрен могу просто сдаться отлично я сначала не хотел из шокера стрелять но что поделать так завершаем да да понял спасибо тебе огромный олд еще раз извините что разбудил передавай привет джин я побежал эй мартин постой мартин ты все 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 еще общаешься с боб беринджером конечно же он по сути моего отчим отлично найдется пара свободных парней сегодня сейчас есть работа очень важная наверняка найдется тебе нужно что-то перевести не совсем вот адрес за этим домом нужно следить круглые сутки пока я не скажу прекратить если к дому приблизится хоть кто-то подозрительный пусть его скрутят и доставят сюда плачу двойной тариф или тройной какой угодно чтобы никто в участке об этом не знал ясно джек они ведь и занимаются охраной грузов а не домов а что такая большая разница да нет этим партям пожалуй все равно ладно джек без проблем и все устроим а что касается твой отставки то я тут потом мартин потом сейчас охранять дом ладно 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 у меня телефон в машине прямо сейчас позвоню бог я ценю этот мартин правда дом прокурорша наверное охранять эй джек да мне нужно знать об этом еще что-нибудь нет лучше нет да я наркоман пожалуйста бы не хотел слушай меня ладно я действительно наркоман уже 20 лет ли около того я вру сам себе способен контролировать ситуацию иногда действительно так но иногда в самый отчаянный момент я становлюсь абсолютно зависимым от таблеток и тот факт что до сих пор не убил себя или кого-то еще чисто чистое везение но не раз и не два я был близок к этому но не раз не до повторение почему-то я принял решение от которого зависели из жизни десятков людей под кайфом когда я перегружен работой таблетки им просто необходимы это моя проблема это моя слабость но я всегда понимал что стоит мне во всеуслышание признать свою слабость стоит мне заговорить об этой проблеме публично стоит меня лечь в рехаб стоит меня на время дойти от дела не воспользоваться этим и все что я пытался сделать работая в полиции они похоронят в один мир поэтому я держу свои проблемы в тайне и займусь ей только в тот день когда я окончательно выйду на пенсию я скрывает скрываю это потому что решил что так будет правильно ты понимаешь джек что ты впервые сам мне позвонил что ты сам позвонил мне я думал что только ждешь момент когда я перестану тебе докучать а ты позвонил открылся мне хотя мог не делать этого может под кайфом что я я нет сейчас я не под кайфом джек да я ж не нужна тебе не меньше чем ты мне нужна мне гораздо сильнее чем я тебе нет джек ты точно под кайфом ладно я ведь ты я все слышала джек я все поняла больше ни слова да точно больше ни слова джек налаживаются так ну пожалуй еще денек полиция потолула вложенных вызовах а дантисти да да а у нет рогатый хмырь ну что большой видится на расстоянии чего куда зачем мэрия один палец вниз что сделала мэрия игол бомбер я слишком устал его держусь на ногах не можешь лычки на телочку да пребудет с тобой шворц так все молодцы начинаем бить white russian мало кассет она будет еще на как купить попробовать и цены на кассеты там не на машину проще купить так результат запроса мэрия детектива да под музончик как раз хорошо пошло шесть детективов пять детективов в смену б пошел улучшение спецназа три раза в день слов для офицера да так тут ряд и три тут ряд и три ну давайте в смену б джеки кэмп 4 лет по-моему немало прибавка ну ладно хорошо не так чтобы это было важно но почему бы нет серия убийства два детектива и спецназ 30-летняя 33-летняя джудит пирес бывший секретарша мэра была жестоко убита в номере мотеля а что то все крутится вокруг мэра мэр-донтист но как-то странно скорее всего как-то что-то там совместно так следует ли уехали на попробуем расследование что у нас есть двойное убийство у нас есть детективы здесь детали нет кадров лесом так тут у нас детективов кого назначить это из домашних детективов давайте из домашних вот еще парочку назначим грозите ребята так покушение на убийство девушку утверждает что только что в парке за ней гнался маньяк-донтист я слышал звук дрели и видела как его глаза сверкнули дьявольским огнем вау 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 вперед ну вы охренели вы же полицейские а может не посылать действительно хрень какая-то но с другой стороны может быть подражатель которого надо скрутить так серийное убийство найденные кадры скотч веревка наручники отдать как федерала ну да так ладно тут чё неряшливого вида мужчина ворвался в храм и с криками получить лысый мир любивые ублюдки ранил двух служителей очевидец обратившийся в полицию сразу же выбежал оттуда но успел заметить что кто-то открыл по неналетчику ответный огонь давайте-ка втроем там ответный огонь все такое покушение на убийство отчет парень очках просто был на пробежке а звуки перфоратора доносились со стройки неподалеку ну да плохо что им очки заводить сложно не дают было бы неплохо бы что жизнь наладилась до народа много все хорошо продавец заметил странного мужчину возле витрины с дрелями он похож на того мужика что новостях зовут дантист пока по крайней мере со спины да все знают как он выглядит спина и он напевает какую-то для еврейскую песенку боюсь нему подходить да нет ну дантиста не попадет что что вы что вы вперед дятлы отряд дятлов была такая группа woodpickers from space очень интересные оригинальная такая музыка рекомендую послушать как-нибудь но не факт что понравится но она странная центре храма лежат два раненых монаха а в облустонет раненый пожилой мужчина рядом с которым лежит пистолет возле монаха видны пятна крови след которых ходит влево а скорую внутри небольшого помещения лежит неряшливого вида мужчина и бормочет что-то про бога он ранен а ряду с ним лежит разряженный пистолет разряженный ладно и что это было он из разряженного пистолета убил или как непонятно вы хоть писали вы что происходит понятно студент металлика вот что там случилось кто их убил ну будем считать что из других помещений вышли еще какие-то хмари и убили зачем непонятно а если я нажал смотреть их бы не убили порга какая-то вот на чем я хоть прокололся то сторож городской свалки стал свидетелем встречи двух бандитских группировок предположительно из восточной европы предводитель одной банды пробует с пакета белый порошок сторож не разлетел сколько там людей но насчитал четыре машины так спецназ да ну ладно давайте четыре машины боли галияна иди туда тянут качать как-то болин двоих причем не самых хреновых вырубили опять на ровном месте бандиты начали перестрелку и пока не обращают внимание на полицию не оттягиваются как безумцы и стреляет во все стороны нахурились хорошо огонь нафиг раненый бандит бежит к полиции одной рукой зажимает рана в другой его пистолет который направляет на всех подряд парень явно не в себе от рачки расширены кричи что-то на непонятном языке шоком все живо надо на славском помещении которое числится не используем сработала сигнализация 1 2 3 вперед пригород ждем так гопники приехали по наводке информатора стало известно что в заброшенном пригороде отгрузили крупную партию импортного алкоголя которые накануне украли из порта а сейчас товар готовят передачи на мелкие точки сбыта в доме находится как минимум пять вооруженных охранников жалко что ли сейчас все поедете и ты галияна поедешь качнулся это сейчас закончат нормально вернуться ограбление что двойное убийство погнали а пока закроем у меня людей нет помещение заброшено видим закратила проводку что делать сейчас ой 0 0 я не успею до подкрепление ну что я вам скажу у нас нет никого отчет поймали все прекрасно алкашка продадим но успеем нет расследования но 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 давайте айтит чуть чуть не успел блин ну что было кого послать следователем ладно черт с ним еще денек посидим объявить мертвым объявить мертвым но после еще одинек на расследование посидим то есть через день еще раз попробуем это следы размотать ну что ж а на этом все всего хорошего и до новых встреч